Расмотрим разные числа У нас есть а2-а Это а2-а и это делится на м Заветуем, что а и а-1 замен прост Значит, либо а делится на м, либо а-1 И это неправда, потому что m не обязательно простое число. Вот это как-то зряст так говорить, совсем неинтересно. Нет, вам нужно просто по индукции доказывать, у вас сейчас все получится. Пусть мы для n знаем, посмотрим для n плюс 1, что там будет. А теперь вы должны вынести за струбку a и a минус 1. Сделайте это, значит, пишите равно a в степени n плюс b, а в степени n, это по предположению, среди c, плюс a, да, вот именно так, да. a в степени n делится на a. n у нас хотя бы ползвойку. Ну, неважно, в любом случае уральность числа. Все поняли? Еще раз. Вам дано, что a в степени n делится на m, это вы поняли? А вот теперь надо заметить, что a в степени n будет делиться на a будет делиться. a в степени n делится на a. А, я понял. Вот это у нас делится на... Делится на a квадрат минус a. Да, все, я уже понял. Потому что a в степени n минус 1 это какое-то неправильное число. Для n равно единице, какое будет число? Не, не, 2 минус 1. Поэтому 2 в 1, да. Это сколько? 14. 14. Да. Почему это равно 0? Минус 7. А, ну да, равно 0, да. Да, 0 на 27 делится. Отлично. 10 на 27. Да, дальше. Теперь нужно доказать 2 в степени k, которая... Нет, 2 в степени k. 2 в степени 2k минус 1. Какое еще k? Ну, просто я понимаю. Стоп, остановитесь. Ребята, это такая потрясающая на самом деле история. Много лет назад какой-то... Как видите, педагог подумал. Что для того, чтобы обучить детей индукции, лучше сделать так. Когда они чем-то доказывают индукции, для того, чтобы текст был подлиннее, сказать. А вот пусть сначала будет не число n, а число k. Ребята, и это осталось традицией. И это теперь не выпьешь ни с кого. Подумайте, что вы сейчас сказали. Вы сейчас сказали, что буква k вам больше нравится, чем буква n. Почему? А потому что какой-то там дядя в 1800-к каком-то году, я не знаю, в каком или 1900-к каком-то году, захотел, чтобы дети подольше писали. Вы сами подумайте, зачем вам нужна здесь новая буква. Давайте, что значит доказать индукции, понимаете? Да. Значит, нам нужно даже знать, что работаем с базой индукции. Да. В базой индукции, то нам нужно доказать, что для любого n это будет... Не это, а предположить, что вот это условие выполнено, получить аналогичную формулу для n плюс 1. Получается. Для этого вы должны на начале ее просто написать. Вот вы должны сейчас переписать вот это выражение, подставив вместо n, n плюс 1. В одном случае 2 в степени 2n минус 1, а в другом случае... Кстати, 2 вложить n плюс 1 минус 1. Это сколько? 2н плюс 1. Если можно исправить, там на 2n плюс 1. Это делается стиранием двух скобок и одной минус единицы. Так, отлично. Вот теперь вопрос, как все доказывают. Здесь, например, можно от домножить до числа на 4. На сколько домножить? На 4. На 4. Народ. Смотрите. Ульяна знает, что 2 в степени 2n минус 1, если умножить на 4, то получит это число. Вы поняли? Здесь 2n плюс 1 двойка, а там 2n минус 1 двойка. Они отличаются четыре раза. Значит, вы должны взять и вот это число переписать, умножить на 4. Прямо здесь. Вместо 2 в степени 2n минус 1 надо, нет, сразу прочитать 2 в степени 2n минус 1. Вы-то знаете? Да, 2n минус 1. Нет, это число. Это длинное выражение. Вы должны его написать. Написать здесь. 2n плюс 1. Нормальный кончик, чтобы это можно было прочитать. 2 в степени 2n плюс 1. Умножая то выражение на 4. Что будет? Скажем, что будет? Как это будет? 3-6. Пишите. 5-6. 5-6, да. И это делится на 27. Потому что когда вы умножили выражение, делившиеся, посмотрите. Вы знаете вот это, а доказать хотите это, чувствуете, для чего Яна попросила вас умножить это на 4, чтобы вот это вражение было одно и то же. Вы очень легко можете увидеть разницу между этим числом. Вы можете просто взять из вот этого числа, вычесть это, и не нарушите. Без разницы, кого есть, кого вычитать. Не надо. 2 в степени 2n минус 1 уже исчезло. Продолжение такое. Давайте будем вычитать вот то, что написано на правой доске. Тогда все его числа пойдут с минусом. То есть пишите 36n квадрат. Минус 84n плюс. А вот теперь уже, поскольку вы вычитали то выражение, а здесь из n, а это все осталось. Поэтому надо прямо так и переписывать вот это к 1. А, минус зависит. Да, да, да. Если можно сразу n плюс 1 подвести n квадрат. Минус 9n квадрат. Да. Минус 18n, да. Минус 9. Да. Плюс 21n. И 21 минус 14, это вы знаете. Плюс 7. 7. Так, ну теперь вот надо доказать, что это делится на 27. Мне кажется, здесь отоксюду можно будет отоксюду. Нет, надо просто привести подобное. 36n квадрат минус 9n квадрат. Это сколько? Это 27n квадрат. Пишите. 27n квадрат. Так, теперь n сколько? Так, это скандера получается 102. А если вы понимаете, посмотрите. Минус 84, минус 18, плюс 21. А, плюс 21. 102. Может, минус 81. Правильно. Минус 81n. Кстати, 81 на 27 тоже делится. Все хорошо. Ну и наконец. 56, плюс 7. Это сколько? Это 63. Пишите. Плюс 63. Что? Выскажите. Еще он плюс 9. 9, да. А там еще минус 9. А, да, минус 9. А минус 9, это... Пропустили. А это полный конец нам всем. Нет, наоборот, единственное спасение. А, ну, хорошо. 63 минус 9, 54. Ура! Ура! Спасибо вам. Спасибо, да. Все, это делится на 27. Да, каждое слагаемое делится на 27. Значит, мы все доказали. Спасибо большое. B, K, N, K. Там K именно или B, N, N? Тут все хорошо. Вот только так, K, которая вот K, и вот K, которая K, это K. Это разные? Нет. Это одно и то же. А, это все правильно. Ага. Нет, иначе было бы непонятно, сколько точек. Точек столько, какая там степень. Смотрите, почему на самом деле учит нас правая задача про вот это. Что, K чему равно здесь? Здесь K равно 2, правда? Ага. Что если мы посчитали бы значение в точках 1, 2, 3, 4, то дальше можно было бы не считать. Ага. Это же не проблема, потому что, это же что-то, смотри, это же что такое, это нужно просто все выражение умножить на 2, от этого ничего не изменится. А, ну это 400 км. А после этого написать, да. 27 и 2 взаимно простые. Да. Ну и все. Ну и все. Их нужно доказывать делимость числа на 27, потому что это доказывать делимость двойного числа на 27. Я точно понимаю, что полезно рассматривать разности соседних чисел. Ну, типа... Вот это я точно понимаю. То, что при этом надо не забывать умножать на А, я тоже понимаю. Вот. Поэтому, фактически, задача сводится к задаче про многочлен. Вот. Теперь надо понять, что же мы там знаем про этот самый многочлен и что же нам надо доказывать. f от n плюс 1 и вычтем из него f от n умноженное на А. Что тогда будет? Ну, у нас есть какой-то там многочлен. f от n плюс 1 в каты плюс b к минус 1 умножить на n плюс 1 в к минус 1 плюс и так далее и так далее. f от n плюс b ката минус b ката минус b ка минус 1 в ката минус b ка минус 1, да? эту разность обозначим ЖН, то по условию задачи мы знаем, что Ж от единицы, Ж от двойки и так далее, и Ж от числа К плюс один, они все делятся на Н. Согласны? Тут было у нас К плюс два числа, а здесь уже только К плюс одно, потому что мы берем разность соседней, но нужная на А. Так, хорошо. А что такое Ж? Смешно, К, Ж1, Ж2, Ж и К плюс один, Ж от один и так далее, К плюс один, многочлен Ж вычисляется однозначно. Вот. Я хочу это сейчас темой объяснить. Дело в том, что Ж это многочлен степени К или меньше. Вот если А равно единице, то это будет многочлен К плюс первой степени. Если А не равно единице, это будет многочлен степени К. То есть, степень многочленов Ж меньше или равна, чем К. Утверждается, что если вы знаете значение многочленов подряд идущих точек, то тем самым вы в какус одной подряд идущих точек, то тем самым вы можете вычислить его значение и во всех следующих, причем не просто вычислить, а что называется целочисленным областом. Понятно, о чем я сейчас говорю? Ну, конечно, мы это сейчас докажем, но давайте для начала поймем, о чем здесь вообще разговор. Значит, если у вас, для примера, К равняется единице, тогда будет такая история. Линейный многочлен. То есть, Ж от Х это будет не знаю там, Альфа Ис плюс Б, так далее. Мы знаем, что выполнены следующие условия. Ж от единицы делятся на Н и Ж от двойки делятся на Н. Нужно доказать, что в таком случае значение во всех точках делится. Вы для многогрешного первой степени согласитесь это не проблема, правда? Почему? Потому что, если вы знаете значение в точке 1 и в точке 2, то приращение будет всегда ну и тоже, правда? Все. Как же устроен у нас любой многочлен и что такое разность значений многочленов? Мне кажется, я довольно понятно объяснил для случая первой степени, правда? Или не правда? Объяснил? Да. Объяснил. А теперь подумайте, пожалуйста, в чем здесь была идея? Что когда вы берете разность вот такого многочлена в соседних точках, у вас вообще-то получается все время одно и то же число. Если это число делится нами, то значит все будет хорошо. А теперь давайте подумаем. А вот пусть у меня есть многочлен вторую степень. Если я посмотрю разность в соседних точках многочлена второй степени, это будет что? Ну давайте посмотрим многочлен А из квадрата будет В из квадрата с С. Я пишу его в двух соседних точках. Что это значит? Это будет вот так, согласны? Замечательно. я почитаю из этого что остается? 2АХ правильно? Плюс А квадрат плюс В. Это многочлен какой степени? Первая. Когда берешь разницу значений многочлена К степени, то получаешь многочлен какой степени? К-1. И кто же мешает нам здесь это сделать? Берем соседние числа. Их соседних разностей будет как раз К-1. Правильно? И многочлен будет степень на единицу меньше. И все эти соседние разности что делают? Делятся на Э. И значений ровно на одно меньше, но и степень на одно меньше. Значит, можно считать по предположению индукции, что все разности будут что? Делиться на Э. Причем до бесконечности. Ну, а значит, и для Ж будет все. Поняли? надо просто по индукции рассмотреть разности. Потому что, когда вы переходите к разностям в соседних точках, то вы получаете многочлен степени на один меньше. На самом деле этой задачи есть продолжение. Продолжение такое. А что будет, если степень А в степени будет не одна, а несколько таких слагаемых? Если посмотреть, разницы никакой, потому что можно, что называется, потихонечку так вот уничтожать эти самые, понятное, что я говорю, Там, домножение на степень, уменьшаем количество этих самых экспонентов и аналогичную штуку. На ситуации вот эта статья там все прописывалось. Но основную идею я вам сказал,